Четвертый тип ошибок – это стиль и фигура. Конечно же, это достойно отдельного рассмотрения в отдельном вебинаре, где подробно можно было бы все типы фигур рассмотреть и все возможные их взаимоотношения с стилем. И, собственно, мы займемся в том числе и этой темой на семинаре, который состоится на 6 апреля. Семинар называется «Как найти свой стиль и создать гармоничный образ». То есть там мы будем полностью прорабатывать все детали существующих современных стилей и как они взаимодействуют с фигурой, то есть как для себя найти оптимальный стиль в современном разнообразии, как его выстроить с учетом всех-всех-всех особенностей психологических и особенностей фигуры и особенностей требований вашей роли профессиональной. А сейчас я хочу вам прокомментировать те фотографии, которые вы видите. Давайте посмотрим. Какие ваши ощущения? Понятно, что это во многом мы вспоминаем моду для полных, но сейчас представьте, что я вот и вижу это отчетливо по моделям. У этой девушки есть талия. Скажите, насколько ее одежда позволяет нам увидеть стройность? Стройность, заметьте. То есть наличие талии и сбалансированность ее фигуры. Позволяет ли, скажем, эта одежда оценить ее талию, если она есть? А она в данном случае есть. То есть это вторая точно нет. Да и первая нет, потому что мы видим прямой и объемные силуэты, что в случае с наличием талии, даже пусть это крупные песочные часы, пусть она сбалансирована, это видно, что ни плечи, ни бедра не доминирует. Талия у нее присутствует. Это я вижу по изгибу, как сказать, под локтем на фотографии номер два. Так вот, такое решение совершенно не соответствует той природной красоте, которую можно было бы выразить, даже учитывая эту полноту. Поэтому стиль и ваша фигура обязательно должны быть соотнесены. Тип определенного силуэта связан с определенным стилем. То есть есть стили, которые проявляют себя через притальный силуэт, есть стили, которые проявляют себя через завышенную талию, через заниженную. И, соответственно, если вы знаете, что для вашей фигуры хорошо, то это за собой тянет сразу возможность использования того или иного стиля. И категорическая невозможность использования какого-то стиля, который будет вашу фигуру уродовать, как бы он вам не нравился. Ну, еще примеры, и на самом деле их масса. То есть, конечно же, с помощью одежды можно свою фигуру показать, дать ей возможность проявиться. А можно, наоборот, обратить внимание на недостатки, и утрировать их. Фотография слева дает нам еще большее расширение плечевого пояса. Вы видите, и именно за счет рисунка на жакете и аксессуаре. Фотография справа тоже нам дает очень неприятные пропорции. Балахонистая вот эта вот майка скрывает изящнейшую красоту, которую можно было бы показать совершенно в других элегантных силуэтах, которые позволили нам угадать ту природную красоту. С левой стороны, естественно, поменяв местами и сделав верхнюю часть более темной, а брюки более светлыми, мы могли добиться баланса в фигуре. То есть, плечи сделать немножко уже, бедра немножко визуально расширить. Но, скажем, в данной модели мы этого, конечно же, не видим. И, то есть, подводя итоги по предыдущему слайду, могу сказать, что, конечно же,